Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить о том, почему вам очень сильно повезло, если вы всё-таки прошлый год выполняли марафоны и получали ценные премиум танки. Дело в том, что совсем скоро они вам очень сильно пригодятся. Рекомендую сайт вотки.ру, тут можно выиграть разные игровые ценности. Каждый день разыгрывается бесплатно 5000 золота. Также из кейса стоимостью от 100 рублей есть шанс урвать огромные призы в виде премиум танков и огромные суммы в голде. Ссылка на сайт будет в описании вместе с промокодом. А вот победитель в прошлом видео. Спасибо ему за участие. Ты можешь тоже выиграть голду в этом видео, поставив лайк, подписавшись на канал и в комментарии укажи ссылку на профиль ВКонтакте. Ну и вот победитель в прошлом видео, который выиграл премиум танк 8 уровня. Спасибо ему за участие. В принципе я говорю, что время от времени я в своих видео разыгрываю не только голду, но еще и премиум танки. Ну и это видео не исключение. Тут будет разыгран премиум танк стоимостью 3200 голды. Если хочешь выиграть, всего лишь достаточно поставить лайк под этим видео, в комментарии нужно указать ссылку на профиль ВКонтакте. Все очень просто. Итак, ребята, почему же вам повезло, если в прошлом году вы усердно выполняли марафоны и получили много крутых премиум танков? Напомню вам, что среди премиум танков, которые можно было получить бесплатно в прошлом году от ВГ в марафоне, были такие имбовые танки, как СУ-130ПМ и КР-Нарванон Акшн-Х. Ну и также, конечно, не имбовый, но тоже неплохой танчик относительно ВК-168-01П. В принципе, вот первый танчик СУ-130ПМ было сложнее всего получить. Вот реально это был марафон не на жизнь, а на смерть. Кто его прошел, тот, наверное, очень сильно потрудился, хотя, может быть, кто-то и без труда его получил. Тут, конечно, зависит от скилла. Если ты там супер скилловик, может быть, там проще, конечно, получить этот танчик было. Есть еще КР-Нарван Акшн-Х. Это машина такая вот неплохая весьма даже, с очень высоким ДПМом, премиумная, с хорошим пробитием. В общем, вполне даже годная. ВК-168-01, конечно, хуже всего себя чувствует в рандоме, потому что его шпигуют голдовыми снарядами. И это танк, который якобы должен танковать, но по факту-то практически он никогда не танкует. Если случаются какие-то хорошие бои, то это только в основном в песке, когда удосужилось туда попасть спустя там десятки, а то и сотни боев страданий в рандоме. Но, в общем, в любом случае, даже ВК-168-01 это тоже неплохо. Во-первых, его можно загнать в трейд-ин, что, ну, я считаю, хорошее, в принципе, вложение, потому что танк очень дорогой. Если он вообще наотрез вам не понравился, и вы считаете его полным отстоем, то в трейд-ин его можно загнать. Это уже 100% инфа в прошлом. В трейд-ине этот танк можно было загнать. Но самое важное это то, что вы не потратили денег своих, хоть вы, конечно, возможно, потратили много времени. Тут, конечно, спорный вопрос, стоило оно того или нет. Но получилось и получилось. То есть вы получили свое, вы получили хороший премтанк, что еще нужно. И вот совсем скоро это вам сильно пригодится. Потому что разработчики вводят новый режим под названием линия фронта. Ну, как новый. Он в прошлом году тестировался. Но в этом году он уже выходит, так скажем, на постоянной основе. Будет 10 месяцев в году. По 7 дней в месяце. В принципе, в этом режиме вы сможете неплохо фармить. Так как там, естественно, довольно неплохие цифры по фарму. По крайней мере, были в прошлый раз. Хороший коэффициент фарма. Плюс определенные награды за то, что вы играете. Можно так сказать, если разработчики ничего не испортили, там, с коэффициентом фарма. То каждую неделю будет возможность круто фармить. То есть такая неделя фарма, можно так сказать. Серебро в нашей игре лишним не будет. Вот сейчас, мне кажется, немножечко опыт обесценился. То есть он получается уж слишком легко. Люди прокачивают быстро технику. Вот серебро по-прежнему доставать довольно проблематично. Я не говорю про акции, там, всякие, когда ты, там, например, на Новый год играл с 50% бонусом к серебру. Там, конечно, ну, хороший такой фарм был. Сейчас вот этого бонуса не будет. И опять в нынешний фарм будет в рандоме. Но что поделаешь. Можно, конечно, в укрепах там фармить. Но не всем это доступно. Ну, как бы всем доступно, но не все хотят этим заниматься. Не у всех есть там хорошая статистика, чтобы попасть в хороший клан. Ну, в общем-то, в этом линии фронта, в этом режиме, вы сможете фармить. И для этого вам как раз вот эти марафонные танки очень сильно пригодятся. К тому же, в линии фронта, если вдруг вы не помните, было три танка. То есть, там, как бы, ну, такие гаражные бои, можно так сказать. То есть, один танк твой уничтожили, он уходит в КД, ты выбираешь следующий танк. Можно, конечно, в общем-то, играть и на двух танках. Но вряд ли получишь всегда играть на двух танках. То есть, там три танка нужно. Хоть и один уходит на КД и потом возвращается. Но бывают такие моменты, когда ты, ну, набанул. И сразу все два Т, ну, вот эти танка, которые там были, остался только третий. Приходится на нем играть. Естественно, у тебя, если все три премтанка, то и фарм больше. Если ты смог осилить все вот эти вот марафоны, которые были в прошлом году, наверное, самый такой выгодный год был в плане марафонов, то, конечно, тебе повезло, потому что фармить будет очень неплохо. Может быть, конечно, у тебя есть еще какие-то премтанки. Но в любом случае, очень хорошо, если у тебя есть каких-то три крутых премтанка. Если же у тебя нет премтанков, если же ты, ну, не стал, в общем, запариваться или не смог запариться в этих марафонах, может быть, у тебя один премтанк. Ну, в таком случае, у тебя единственный вариант – это прокачивать борща там какого-нибудь, может быть, ИС-3, может быть, какую-нибудь ПТ-шку шуструю, типа, предположим, я к Пантеру-2, хотя не все на ней умеют играть. В общем, тебе придется прокачиваемые танки прокачивать. Наверное, кто-то скажет, блин, а нафига мне эта линия фронта вообще нужна? Мне это неинтересно, я вот в рандомчике играю, и мне кайфово. Ну, конечно, можно и дальше продолжать в рандомчике шпилить, но обратите внимание, ребята, что рандомчик рандомчиком, но все-таки в линии фронта будет дофига многих всяких призов, и при этом очень даже хороших. Боны, серебро, дни премиум аккаунта, возможно, даже голда, может быть, расходники, резервы и, конечно, уникальные танки. Без этого никуда. На ВГ-фесте, например, разработчики отметили, что за определенные очки, которые вы будете получать в линии фронта, по итогу можно будет купить какие-то интересные танки. Пока неизвестно, к сожалению, какие танки именно, но все-таки такая возможность будет. Так что, пропуская линии фронта, вы просто теряете возможность получить массу разных подарочков от ВГ. На этот режим ВГ действительно ставит большую ставку в 2019 году. Если этот режим провалится, то это будет немножечко печально, потому что в таком случае режим, конечно, будет, так скажем, впустую сделан, но я не верю, что он провалится, потому что, в принципе, разработчики довольно-таки неплохо в прошлом году показали этот режим, хоть и лаги там были, но играть было на нем интересно. Плюс добавили многопоточности, лагов должно быть меньше, по крайней мере. Наверное, оптимизацию, может быть, какую-нибудь сделали. По идее, не должно так сильно лагать, как в прошлом году. Ну и стоит отметить, что линия фронта – это хоть какое-то расслабление от чертова безумного рандома, хотя и там тоже рандом, но там нет вроде как статистики особой, на которые обращают внимание все. И ты играешь просто там, расслабляешься и получаешь какие-то другие эмоции, в отличие от рандома, что, в принципе, хорошо. Так что, повезло тебе, дружище, что ты смог выполнить марафон, если не смог выполнить, ну ничего страшного. Может быть, у тебя есть другие премтанки, может быть, тебе повезет в моей, в общем-то, там лотереи розыгрыша выиграть какой-нибудь премтанчик. Так что, удачи тебе! Спасибо, что досмотрел данное видео до конца. Желаю удачи, пока! Продолжение следует...